Доброе утро, уважаемые телезрители! Вы смотрите рубрику Адреналин. С вами Хайрат Урынов. И сегодня я вам расскажу чуть больше о лазанье на скалодроме. Буквально через мгновение попробуем добраться до самой вершины. Для этого мне понадобится специальная обувь. Они называются скальные туфли. И они на полтора размера меньше, чем размер ноги. История скалодрома берет свое начало с изобретения Франсуа Савини. В 1985 году французский инженер, создавая первый в мире скалодром, продумал все детали для того, чтобы сделать его максимально похожим на реальную скалу. На сегодняшний день существует множество видов скалодрома в зависимости от сложности подъема. Итак, дорогие телезрители, для начала небольшая разминка. Должен еще сказать, что подошва на скальных туфлях очень жесткая и твердая. Несмотря на все неудобства, которые доставляют скальные туфли, они помогают без проблем цепляться за сложные зацепы, а также камни. После того, как вы закончили свой подъем, необходимо снять обувь для того, чтобы кровообращение нижних конечностей пришло в норму. Для того, чтобы залезть на скалодром, мне нужна будет страховочная система. Она будет меня страховать в тот момент, когда я буду взбираться и потом опять спускаться. Также для того, чтобы залезть на скалу, мне понадобится магнезия. Она будет помогать мне не соскользнуть с зацепов. В 2014 году чемпион мира по скалолазанию Адам Ондра совершил свой сотый маршрут девятой категории сложности. Что касается меня, то я собираюсь покорить высоту в 40 метров на скалодроме, который был построен специально для тренировок. Дорогие друзья, минутная готовность, да прибудет с нами сила. Поехали! Испытав на себе лазание на скалодроме, у меня появилась уверенность в надежности системы крепления. Страховочная веревка может выдерживать до трех тонн веса. Карабины и защелки всегда в исправности, так как их проверяют после каждого спуска. Этот активный вид спорта идеально подходит для того, чтобы повысить уровень адреналина в крови. Это с вами были Кайрат Урынов, Нурландус Магомбетов. Специально для Жанга Кын.